Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня 23 годовщина террористических актов, которые произошли в Соединенных Штатах Америки. 11 сентября 2001 года. Я думаю, что большинство зрителей канала помнят этот трагический день, который унес в жизни 2996 человек. Я помню этот день очень отчетливо. В тот день находился на работе в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с коллегами в прямом эфире наблюдал за трагедией четырьмя крупнейшими террористическими актами. И трагедия 11 сентября для нас еще раз лишний повод поговорить о терроризме, который сеет Россия, а также ее союзники в мире. В первую очередь Иран, Сирия, Северная Корея. Ну а всем близким, родственникам жертв этого теракта я выражаю свои самые глубокие соболезнования. Как мы знаем, зло всегда должно быть наказано. К сожалению, не все причастны к тем или иным террористическим актам, включая атаки в Нью-Йорке. 11 сентября понесли ответственность. Хотя большая часть их была уничтожена, она была привлечена к ответственности хотя бы таким образом. Что касается главного военного преступника 21 века Владимира Путина, он пока еще не понес ответственности за содеянное. Более того, продолжает сеять смерть, продолжает сеять насилие, убийство. И если его не остановить в самое ближайшее время, этот смертельный молох продолжит поглощать своих новых и новых жертв. Именно об этом сегодня, в том числе говорили на очередном саммите Крымской платформы, который открылся в украинской столице Киеве. И сегодня прибыли в качестве почетных гостей многие министры иностранных дел стран-союзников, в том числе Энтони Блинкин, государственный секретарь США, его британский коллега, глава фориан-офиса Дэвид Лэмми, а также главы других дипломатических ведомств стран-союзников. Другие присоединились по видеосвязи. Друзья, обо всем этом и другом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, госсекретарь США Энтони Блинкин и Дэвид Лэмми сегодня прибыли поездом и вышли на центральном вокзале Киева. Их встречал здесь посол Украины и Великобритании Валерий Залужный до недавнего времени, главком вооруженных сил Украины. Для Залужного это уже второй визит в Украину за последний месяц. До этого он был на совещании украинских дипломатов, которые президент Украины и МИД проводили в Днепре. Также примечательно то, что уже в новом статусе новый министр иностранных дел встречает иностранные делегации, новый министр иностранных дел Сибига, который пришел на смену своему предшественнику Дмитрию Кулеби, которого недавно Верховная Рада отправила в отставку по представлению украинского правительства. Ну и ключевое, что касается визита Энтони Блинкена и Лэмми заключается в том, что сегодня, как ожидается, будет анонсировано разрешение стран-союзников, Соединенных Штатов, в первую очередь Великобритании, а также Франции разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. Накануне опубликовали СМИ со ссылкой на вашингтонского корреспондента в Белом доме журналистки Джули Грейс Брувке. Она процитировала слова главы комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса Майкла Маккола, который заявил, что разговаривал два дня тому назад с Энтони Блинкеном, и он едет с коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат наносить удары по территории Российской Федерации. Ну и, как ожидается, это объявление уже сегодня прозвучит в Киеве, по крайней мере, об этом говорит многое. А накануне также прошли крайне важные телевизионные дебаты между двумя кандидатами, кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом и кандидаткой от демократической партии Камалой Харрис. Украина была в центре обсуждения на третьем месте по приоритетности, и очень многое говорила и вице-президентка США, и бывший президент Трамп говорил. В частности, они обменялись взаимными обвинениями. Харрис заявил о том, что Трамп сдал бы Украину на протяжении 24 часов, если бы был избран президентом, Украина имеет право защищаться, заявила она, и благодаря поддержке США и союзников продолжает осуществлять сопротивление российским войскам и защищаться. Она также высказалась об идее Трампа вести прямые переговоры с Путиным. Вы не можете заключать соглашение с диктатором, он съест вас на ланч, так заявила ему Харрис. В свою очередь, Трамп обвинил действующую администрацию Джо Байдена и Камил Харрис, как вице-президента в этой администрации, в неспособности остановить войну. Он выразил в очередной раз уверенность в том, что если бы он был президентом, этой войны бы не было. Более того, он сказал, если бы я был президентом, Путин был бы в Москве. В ответ на обвинение Харрис в том, что Путин был бы в Киеве. Он также обвинил Харрис в начале войны в Украине. Они отправили ее вести мирные переговоры еще до того, как началась война. Через три дня Путин пришел и начал войну. Однако дважды Трамп ушел от ответа, хочет ли он победы Украины над Россией в этой войне. Этот вопрос ему дважды задавал журналист телеканала ABC News. Оба раза Трамп заявил, что хочет положить конец войне, чтобы люди перестали умирать. Он также заявил о том, что американское правительство и украинское скрывают реальный уровень потерь. Он сказал о том, что уже погибли миллионы, миллионы в ходе этой войны. Эту информацию тщательно скрывают. Также он заявил, что он бы закончил эту войну до того, еще как официально вступил бы в должность. Я бы договорился с Путиным и Зеленским. Война бы никогда не произошла, если бы я был президентом. Он в очередной раз повторил свое заявление Дональд Трамп. Сегодня все мировые СМИ цитируют выступления и заявления, сделанные в ходе этих дебатов. Очень важно то, что Украина была в центре этого обсуждения, безусловно. Но понятно, что для обычного американского избирателя куда более важны другие вопросы. Вопросы миграции, экономические вопросы, вопросы медицины, демократии и вопросы абортов и оборота оружия. Естественно, как свидетельствуют опросы. В целом, опрос, который проводился телеканалом CNN, Камала Харрис одержала победу в ходе этих дебатов. 66% смотревших их заявили таким образом. Однако Камала Харрис проиграла Трампу по ряду и причем очень серьезно проиграла. В частности, заданный вопрос относительно того, кто лучше справится с экономикой. Трамп выиграл с существенным перевесом у Камала около 39%, а у Трампа порядка 60%. Также он выиграл у нее вопросы, которые касаются того, кто лучше сможет представлять интересы рабочего класса. Здесь преимущество также было абсолютно на стороне действующего, прошу прощения, бывшего президента Дональда Трампа. И также в значительной мере непонятная ситуация по ключевым swing states. То есть колеблющиеся штаты, в которых, в первую очередь, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, в которых судьба голосования, собственно говоря, и будет решаться. С небольшим перевесом, небольшим порядка от 2%, в среднем 1-2% по результатам дебатов преимущества на стороне Камала Харрис. Но до выборов еще достаточно много времени для того, чтобы ситуация могла измениться. Поэтому преимущество это неявное. Еще раз повторюсь, что зависит от явки. Хотя, опять же, по опросам, которые проводились в этих ключевых штатах, большинство сторонников, как демократов, так и республиканцев, в обоих случаях более 90%, сказали о том, что они придут голосовать. То есть явка обещает быть рекордной, побить все рекорды. Также сегодня состоялась примечательная дуэль, я бы назвал так, трэш-дуэль, заочная между популярнейшей американской певицей, которая популярна во всем мире, которая заработала миллиарды уже на своем творчестве, Тейлор Свифт, у которой только в Инстаграме более 250 миллионов подписчиков. И которая, как заявляют об этом многие политические обозреватели, может оказать решающее влияние на исход американских выборов. В первую очередь из-за того, что она имеет решающие ее выборы, имеет решающее значение для молодых американских избирателей, каким она относится, собственно говоря. И сама она написала сегодня в социальной сети Инстаграм о том, что увидела себя, нарисованную искусственным интеллектом, в котором она, Тейлор Свифт, якобы призывала голосовать за Дональда Трампа. Именно поэтому, объяснила Свифт, она приняла решение объяснить, объясниться со своим избирателем и сообщить о том, что голосовать за Трампа она не собирается. Она выразила поддержку кандидатке Камале Харрис и Тиму Уолтсу в качестве вице-президента и сказал, чтобы голосовать за них. Тем не менее, он сказал, что выбор каждого голосовать это ваш. Но, молодые избиратели, не забудьте зарегистрироваться или проголосовать досрочно, как планирует сделать она.